Мне очень понравился Финн, честно сказать, играл он очень здорово, который вот играл в финале против очень высокого уровня вратарь, было видно, очень сложно, то есть для того, чтобы в этой игре обыграть Россию, наверное, нужно было сотворить какое-то чудо. Практически уже по ходу чемпионата меня попросили дать комментарии вообще выступления чемпионата мира и в частности сборной России, и я тогда еще сказал, уже посмотрев пару игр, что я не вижу команды, которая бы могла остановить сборную России на этом чемпионате мира. В принципе, для вратаря играть против такой команды вот с таким настроем, вот именно в это время, вот в этом составе, в этом тренерском составе, с такими нападающими и с таким настроем, ну, практически нереально, практически нереально. То есть, опять же таки, повторюсь, нужно было сотворить какое-то чудо. Чудо он не сотворил, но играл очень хорошо. Ну, а лучше, наверное, вратарь, я считаю, Бобровский. Отыграл он очень здорово, очень красиво, ярко, показательно и поучительно. То есть, на сегодняшний день я считаю, что можно просто вот брать целые игры, снимать и показывать, и учить детей. В принципе, вот, например, то, что я и буду делать, у меня сейчас со 2 июня стартует летний лагерь, целый месяц будет проходить в Белой Церкви. У нас там будут уроки видео по 30-40 минут. Я буду показывать, скорее всего, только Бобровского, потому что лучше его на сегодняшний день, я, честно говоря, не вижу по технике. Это просто супер, конечно, высший уровень.